Рассуждать об анонимности в сети и не задать подобные вопросы самим анонимам мы посчитали неправильным и опубликовали их в самых популярных у безликих пользователей сети в фейсбук-группах «Патриоты Абхазии» и «За будущее Абхазии». Откликнулось сразу несколько человек, но почти все стали искать подвох и отвечать в духе «сам дурак». Но кое-какие тенденции уловить среди ответов удалось. Во-первых, анонимные аккаунты, по признанию самих людей без лица, создаются с целью свободного обмена мнениями. Люди боятся, что за свою публичную оценку тех или иных событий подвергнутся физической расправе. Во-вторых, анонимы считают, что кроме них никто в Абхазии не способен говорить правду. Кроме того, анонимность дает людям смелость не стесняться в выражениях, освобождает от необходимости подбирать слова и думать о чувствах собеседника. Среди людей, общающихся от своего имени, такт и эмпатия – ключевые чувства, обеспечивающие саму возможность общения. Кроме эмоциональных ресурсов, такт и эмпатия требуют и интеллектуальных затрат. При общении анонимов они не нужны. Давайте посмотрим, насколько конструктивным вышло общение под вопросами журналиста, не скрывающего лицо и мотивы. Первый комментатор ответил, что заставляет прятаться за анонимным ником «Страх». Цитата. Примеры недавней расправы, причем люди настолько необразованы, что даже не поняли смысл написанного и расправились с человеком, который их стол защищал. По словам анонима, безликое существование в сети дает полную свободу, в том числе от обязанности умиляться фотографиям родных и друзей. Вопрос о том, зачем нужны анонимы, одни проигнорировали, другие назвали откровенно тупым. Также опрос среди анонимов посчитали провокацией и оскорблением. Прозвучало и мнение, что анонимы проделывают опасную и благородную работу. Цитата. «Да, довольно часто анонимные пользователи представляют на суд общественности оперативные данные. Возможно, некоторые из нас – это добропорядочные сотрудники силовых структур, граждане и патриоты своей страны, которые изнутри гадской системы пытаются делать то, что в их силах». Но комментаторы среди реальных пользователей не поддержали эту идею. «Анонимы не делают революции. Это же нужно выйти и подвергнуть себя любимого опасности», – написал пользователь Фейсбука. «Всегда пишу от себя и никогда не прячусь под анонимным именем. Я открыто говорю свое мнение. Мужчина – она то и мужчина, что может сказать свое слово, не боясь никого», – написал второй, даже подвергшись нападению после комментариев в Фейсбуке. Далее в комментариях пошли вопросы журналисту. Например, почему нас интересуют анонимы, а не реальные проблемы в стране. И стали давать совет, на какие темы делать репортажи. У психолога есть четкий ответ, почему люди предпочитают анонимность в сети. Как говорит Элана Кортуа, «Плащ-невидимка» позволяет, с одной стороны, реализовать потребность в признании и не понести наказание за свою особо важную информацию или мнение. Потому что люди хотят чувствовать собственную значимость, потому что люди хотят делиться своим мнением, тем самым они внутренне подчеркивают чувство собственной нужности, важности. Поэтому они, может, не столько задаются вопросом, имеет ли мое мнение действительно значение, это больше потребность обозначить свое мнение какое-то, неважно. И тем самым уже формируется такое внутреннее ощущение, что раз я вот обозначаю свое мнение, значит, я, в общем-то, кем-то доуслышан, и, в общем-то, в чем-то моя значимость проявляется. Как говорит Элана, при дискуссии в сети с анонимом реальный пользователь всегда оказывается в позиции проигравшего. Он связан ответственностью за свои слова, а у человека без лица нет рамок. Потому что у тебя есть определенные границы, стоп, где ты не перейдешь, потому что ты Марьяна Котова. А тот человек может позволить себе быть в этот момент кем угодно, и он за это не ответственен. Это априори проигрышная позиция. Чем отличается новость журналистская от новости анонимного пользователя? Она проверенная. Сообщение безымянного пользователя всегда слух. Да, иногда описанное явление имеет место быть, но всегда оно должно быть подвергнуто сомнению. Потому что журналист может пойти под суд за дезинформацию, а аноним не несет никакой ответственности. Задолго до распространения сети интернета анонимы передавали свою информацию журналистам, которые отвечали за справедливость и нередко оказывались на скамье подсудимых, но не выдавали свои источники. Сегодня, благодаря развитию соцсетей и из-за недоверия средства массовой информации, к репортерам обращаются все реже. Люди, конечно же, возможно, они не доверяют журналистам. И не столько журналистам, сколько тем каналам, которые подвергаются цензуре. Как считает будущий психолог, в Абхазии анонимное движение так агрессивно, потому что еще недостаточно развито. Правила игры не отработаны. Наше сообщество, абхазское сообщество, пока еще, мне кажется, не адаптировалось к интернету в принципе. И люди так или иначе не сформировали некоторые условные формы взаимоотношения в интернете. И у них пока еще, мне кажется, не сложились более-менее терпимые отношения друг к другу, адекватные взаимоотношения. В комментариях к посту с вопросами к анонимам были высказывания, где пользователи утверждают, что анонимные аккаунты невозможно отследить и рассекретить. Но IT-специалист Дамей Джона утверждает, что это простая технология. Необходима лишь слаженная работа операторов сети, спецслужб и компьютерных инженеров. Необычные навыки нужны для того, чтобы определить, кто сидит за анонимной страничкой. Это, по сути, белые хакеры, инженеры, которые занимаются сетевой безопасностью. Они могут использовать свои ресурсы, свои знания для того, чтобы вычислить, кто сидит. Но это несложно, это недорого. Можно условно нанять человека, который это сделает. Это вполне возможно. И мне кажется, что если процесс пойдет, там, допустим, 3, 4, 5 анонимов будут разоблачены, причем разоблачены публично, на этом история с анонимами навсегда закончится. Виртуальная реальность дает возможность жить по альтернативным законам человеческого общения. Избавляет от необходимости хранить секреты, часто охраняемые государственные, коммерческие или тайные следствия. В сети не нужно быть вежливым. Анонимность дает ощущение суперсилы. И многие действительно считают, что сообщая о скандалах на просторах всемирной паутины, спасают свою страну. Но по факту ожесточенные споры и слив компромата вытекают в реальные конфликты с реальными физическими травмами. Это приковывает внимание иностранных СМИ и резко снижает рейтинг Абхазии. Возможно, все это не причина, а следствие негативных процессов, происходящих в республике. Но при этом и конструктива в этом всем не просматривается.